Ребят, всем привет. Шалом. Шалом и привет из Израиля. Мы находимся сейчас на озере Кенерет. Мы приехали, уже покупались. По прошлому видео увидели, как мы сюда добирались и решили немножко посидеть, отдохнуть. Сейчас я снова пойду купаться и попросил маму, чтобы она меня поснимала. Она меня поснимает, как я поплаваю, поныряю. У меня такого видео еще нету, чтобы я плавал, нырял. Так вот, видео будет. А сейчас, перед тем, как зайти в воду, мы решили с мамой немножко посидеть и просто порассуждать об этом озере, почему оно нам понравилось. Ну, я хочу сказать, что мы до этого в этом озере редко почему-то плавали, мало плавали, нам как-то с ним не везло. Мы сюда приезжали как-то, как-то то с экскурсией, по-моему, кто нас привозил на машине. Марина с Валиком нас возили на рыбалку. Да, мы как бы были на этом озере, только как-то, как гости какие-то. Нас просто брали, привозили, а своим ходом мы никогда сюда не добирались. Это вот первый раз, когда мы реально вот сели в автобус и добрались, дошли прям своим ходом, своими ногами. И мне путь понравился, я теперь буду сюда, наверное, изредка ездить. Но мы раньше сюда не ездили. Мы, если ездили на какое-то море купаться, то обычно это было Средиземное море. Либо Средиземное, либо Мертвое море. И они были соленые. И последнее время вот мне Средиземное море уже перестало нравиться. Потому что, когда ты маленький, когда ты подросток, тебе на Средиземном море весело. Там постоянно сильные волны, там как далеко ты не уходи в море, там всегда тебе будет воды по колено. Но когда тебе уже становится 30 лет, тебе хочется просто спокойной воды, как в бассейне. И со временем я стал понимать, что Средиземное море мне настолько надоело, что я даже заходить в него не хочу. Мы как-то приехали недавно на море Средиземное в Хайфу, а я туда зашел и через пять минут вышел. Потому что эти волны, они капецки доставучие. Вот вам расскажи, как тебе волны в Средиземном море? Я на Средиземном море тоже не люблю. Там волны, они с ног сбивают. Там даже стоять невозможно. Если волна идет, нужно постоянно прыгать, чтобы волна тебе не захлеснула. А здесь море спокойное, волн нету. И вода такая самая мягкая, несоленая. Нам тут очень понравилось. И вот сейчас так получилось, что почему мы сюда сегодня приехали. Нас пару дней назад сестра с ее супругом Валентином взяли нас и отвезли сюда на море. Они хотели просто порыбачить. И когда они порыбачили, мы решили все вместе пойти поплавать. Мы не знали, какой пляж, где можно поплавать. И нашли вот это вот место. Оно очень крутое. И оно нам с мамой так понравилось. И тут вода спокойная. Можно понырять. Тебе не нужно далеко вглубь заходить. Там тебе уже как бы воды по шее. Можно понырять. Вода пресная, несоленая. Тут вода настолько такая классная, что мы уже с мамой забыли, когда мы получали такое удовольствие просто от того, что ты вот плаваешь в море. Здесь настолько классно, что просто выходить не хочется. Вот расскажи свои впечатления. Как тебе в Кендерте плавается? Очень хорошо. Очень нравится. И тем более бесплатно. Тут вход бесплатный. А вот рядом вход платный. Нам там не понравилось, что очень дорого надо платить. А здесь получается, мы купили только еду и все. И все остальное ничего не стоит бесплатно сегодня. Да, вот такое, не знаю, делимся с вами. Это просто такая вот радость. Приезжайте, купайтесь, наслаждайтесь на следующий год. Сейчас уже через неделю уже будет прохладно в Израиле. Вот. Ну так вот берем с вами и обследуем Израиль. Нашли вот что-то хорошее в жизни. Когда вот нашли такой вот приятный пляж. Не просто вот, знаете, есть дикие пляжи, где вот на камнях, как спускаться неизвестно. А здесь все оборудовано. Прям такое наслаждение, что вот я плаваю и ловлю себя на мысли, что я вот хотел бы еще раз сюда приехать. Потом еще раз приехать. Хочется реально просто приезжать, плавать. Вот. Это гораздо лучше, чем сидеть дома, наверное. Конечно. Намного лучше. Вот. Хочу вас взять с собой. Я плаваю... Отдыхаем с пользой. Отдыхаем с пользой. Я плаваю в майке в красной. Ну, вообще в любой. По двум причинам. Я боюсь загореть. Загореть в Израиле очень легко. Мы не пользуемся кремами. Не знаю почему, но как-то в лом раздеваться. Поэтому я всегда плаваю в футболке. В футболке и в шортах. Потому что я не хочу загореть. Загореть. Ну и по второй причине, что мне стыдно раздеваться. У меня как-то в комментариях, я уже не помню кто, некоторые подписчики писали, что они на море не ездят по той причине, что там нужно обязательно снимать футболку, раздеваться, плавать голым. Не знаю, в Израиле нет такого правила. В Израиле вот как хочешь, так в воду ты и заходишь. И тебе никто слова не скажет. И я получаю заслаждение именно от того, что я нахожусь в футболке, в майке. А в Израиле такое солнце сильно, что выходишь и как бы оно уже... Ты быстро сушишься. Все высыхает моментально. Хочу маме дать камеру. Пусть она мне поснимает. Я сейчас зайду в воду. Ну пошли. Там, если что, говори, комментируй, что у тебя на уму будет. Он на рот прибывается. Что у тебя на уме будет, говори, рассказывай, а я пойду в воду купаться. Мы еще с мамой хотим вам дать совет. Мы с мамой всегда, когда едем на море, всегда мы в таких вот специальной обуви. Что это за специальная обувь, мама? Расскажи, пожалуйста. Ну и капочки, они, резиновая подошва, они не скользят, и на камнях не больно ногам ходить. Мне больно смотреть на людей, которые ходят босиком и заходят в воду босиком, потому что там же острые камни, это вот все, это неудобно. А вот это специальная обувь для того, чтобы в ней заходить в воду, в ней удобная. Это кроссовки специальные для моря. Рассказывай что-то, комментируй, если вы что-то сказать. Ладно, пошли. Поснимаешь меня вот оттуда, да, где мужчина стоит? Угу. Иди вперед, а я зайду в воду. Народ прибавился, видишь. Мы когда приехали, тут вообще было один-два человека. А сейчас уже столько отдыхающих много. Разговаривай с камерой, как с другом. Разговаривай, все я рассказываю. Ну давай мы тебя будем смотреть, как ты спускаешься в воду. Вода теплая, скажите. Вода теплая, она, сколько, 35 градусов тепла. Вода, температура воды 35. Очень теплая прям, вообще заходишь. Держи лучше прямо. А? Прямо, прямо, прямо. Да, вот так лучше. Так а он тебя не видит тогда? Вниз, сделай камеру. Не, ладно, снимай как удобно. Расскажи, какие там рыбки? Смотри, видно там рыбок? Их не видно, а когда в море находишься, то они ноги кусать начинают. Они объедают кожу с ноги. И иногда больно получается, потому что они дергают и волосы у Вовы на ногах, так они его за волоса дергают. А когда большая рыба, так это вообще больно, когда кусает. Я держу, держу, держу. Ай, не знаю я куда его. Они кормят их. Ай, сколько их много там. Ай, ну давай поныряем и посмотрим на тебя. Я, если что, плавать не умею. Помаши маме ручкой. Мама. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Куда вы вернулись? В этой стороны? Ха-ха-ха. Не знаю. Уй! О-о-о! Супер коронный прием. Ху-ху-ху. В этой стороны? В этой стороны? Это просто в порядке. В этой стороны? классный классный да посмотри сколько рыб там есть рыбы и большие большие рыбы вон прогулочная яхта людей возит беседка вон народу мало сегодня вот а тут буйки видишь за буйки заплывать нельзя а мы тебя опять увидели солнце в глаза свито я ничего не вижу что я снимаю я ничего не вижу что я снимаю солнце светит меня только что мама сняла я бултыхаю скупаюсь в воде я хочу подойти в воду и посмотреть какие там камушки вам показать какие вообще там камушки там песка нет там одни камни представляете вот давайте спустимся я вам покажу вы тем временем можете обращать внимание вообще грязные пляжи чистые ли такой пляж без песка оборудован очень хорошо здесь мелкие рыбки они кусают за ноги они кушают старую кожу объедают чистят пяточки но так получается что они в основном кусают за волосы на ноге и получается очень больно хочу вам просто показать камушки какие там просто так вот возьму рукой загребу такие вот косточки песок такой странный тоже какой-то такой крупный да немножко хочу помыть какие вообще камушки если они косточки такие странные интересные вот такие кости всякие разные ракушечек очень много кстати большие из камни тяжелый базальт много очень камней и много рыбок здесь дети когда покупаются дети все время орут и кричат и не потому что дети сумасшедшие а потому что они их рыбки кусают когда с детьми сюда приезжают дети же глубоко не заходят воду а рыбки как раз они вот обитают вот здесь где люди и когда дети заходят воду рыбки начинают их кусать они реально больно кусают то есть есть прям большие рыбы подплывают могут прям но не прям сильно больно кусают но не вот за волосы теребонькают и получается больно вот из-за этого сейчас я вас не возьму немножко вглубь эти пройдемся и может быть вам удастся увидеть как рыбки облепляют ноги они реально их облепляют только так огромный сон смотрите там огромный сон смотрите подплыл очень близко огромный сон увидели какая огромная рыбина попала то сон какой-то огромный он так близко к женщине подплыл я же сам испугался хотел сказать вау я так испугался блин ребят я чуть что-то только что не наложил как этом была огромная рыбина это не подплывают они голодные и дети поэтому боятся когда вот дети здесь детьми плаваешь за то надеть на приезжают они пищат все время в общем такой вот такая чисто израильская тема ну что ж ладно пойдемте а когда на средиземном море плаваешь там медузы все время подплывают и все время видишь медуз ну и тоже других рыб наверно купаемся отдыхаем мам я сейчас такой снял я тебе сейчас покажу сидит женщина и к ней подплыл огромный сон она так испугалась уж подпрыгнула вот такая вот рыбина такая большая я это заснял представляешь ну что ж буду продолжать купаться отдыхать спасибо ребята что смотрите заходите ставьте лайки там комментируйте рассказывайте где вы купаетесь где вы отдыхаете мы так живем да представляете в библии иисус христос ходил бы по этой воде может его ангелы держали хотя он бог для него ничего невозможного когда мы на рыбалку ездили с мариной с валиком еще раньше помнишь мы они на плату там или на на яхте ловили рыбу тогда а я еще увидела вдалеке голова как будто бы вынырнула и смотрит я говорю марина или валику горек кто это говорю море прям голова дай так и сомнил как такой большой да он это еще больше бывает как человеческая голова такая огромная была он выглянул из воды смотрит на нас и опять потом верну и тут большие рыбы водятся